всем привет продолжаем знакомиться с интересным сегодня вкратце я вам немножко расскажу о гераклин ефесский родился около 544 года до нашей эры умер около 483 года до нашей городе эфес древнегреческий философ создатель первой исторической или первоначальной формы диалектика был известен как мрачный или тем единственное сочинение от которого сохранилось только несколько десятков фрагментов цитат эта книга о природе состоявшая из трех частей о природе о государстве и боги диаген лаэртский сообщает что гераклик возненавидев людей удалился и стал жить в горах кормясь бельем и травами биографы подчеркивают что гераклит не был ничьим слушателем он по-видимому был знаком с воззрением философов милецкой школы фагора ксенофана учеников у него скорее всего не было однако его интеллектуальное влияние на последующее поколение античных мыслителей значительно сочинением гераклита были знакомы сократ платон и аристотель конечно мрачные противоречивые легенды об обстоятельствах смерти гераклита я цитирую википедию велел обмазать себя навозом и лежа так умер сделался добычей собак некоторые исследователи интерпретируют как свидетельство о том что философ был погребен по заастрийским обычаям император марк авриле своих мемуаров пишет что гераклит умер от водянки а навозом обмазался в качестве средства от болезни благодаря свидетельствам аристотеля гераклит известен пятью доктринами наиболее важными для общей интерпретации его учения первое огонь есть начало или первоначальные материальные причины мира второе существуют периодические эпизоды мирового пожара во время которых космос уничтожается чтобы возродиться снова третье все есть поток четвертое тождество противоположностей пятое нарушение закона противоречия данная доктрина является скорее следствием чем самостоятельным положением учения гераклита гераклит говорит о себе как о том кто имеет доступ к важнейшей истине об устройстве мира частью которой является человек знает как эту истину установить главная способность человека распознать истину которая есть общее но теперь немножко прочту его высказывание всем людям свойственно познавать себя и мыслить война отец всех вещей отец всего глаза свидетели более точные нежели уж душа скорбящего подобно пауку посреди паутины она тотчас стремится в задетую часть тела и человек пробуждается если бы у слепого спросили что такое зрение то он ответил бы что это слепота иногда и куча ссора рассыпанная на удачу может дать нечто прекрасное человеческие мысли детские игры человеческий образ мыслей не обладает разумом божественный обладает те кто слушая не понимают уподавляется глухим о них свидетельствует изречение присутствуя они отсутствуют один для меня десять тысяч если он наилучший роком я называю порядок и последовательность причин когда одна причина связана с другой порождает из себя явление любит природа скрываться когда мы живем души наши мертвы когда мы умираем они оживают тайная гармония лучше явно народ должен сражаться за попираемый закон как за стену города многознание уму не научает кстати это выражение нередко ошибочно приписывается ломоносом поклонение традиционной религии глупость хотя случайно может указывать и на истину ну вот наверное все о гераклите эфесском древнегреческий философ создатель первой исторической или первоначальной формы диалектики известно как мрачный или темный немножко мы познакомились с этим человек пока пока до свидания и и